Книга «Открытым оком», 7 том. Тема богослужения. Вопрос, 1958. «Дьяконы сейчас только возгласы делают в храмах, а при апостолах они чем занимались?» – отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Тогда не только дьяконы, но все до единого, даже дети, благовествовали о Христовой любви, о его голгостской жертве». Деяние 8.4. «Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали Слово». О его пришествии, о рождении свыше. Это потом там все извратили в церкви, что проповедовать может только епископ, потом стали разрешать священникам. А дьяконы так, молчанчество, обет почти все несут 2000 лет. Карп, 23 октября, «Пример жития святых». «Весьма полезно бывает вспомнить о тех, кои страдали за Христа, ибо самое воспоминание об их мучениях может возбудить в нашей душе любовь к Богу и дать нашему стремлению добродетели, как бы некоторые крылья. Дабы мы ради будущего воздаяния мысленно претерпели те самые страдания, которые мученики понесли плотью. Карп был поставлен епископом и проповедовал Слово Божие жителям Фиатиры. Попилор же, которого Карп почтил степенью дьякона, обнаруживал ревность согласно своему званию в подобных же трудах». Стихотворение «Жалобы от старых на апатию, а отсюда аппетит, давление, между ребрами к зиме проконопатили, печь набили теплыми поленьями, то, что мы посеяли, то жнем, что же в юности душой пренебрегали? Не зажглись возвышенным огнем, не трудились к ближнему ногами, ветераны жили для себя, не платили Божью десятину, вот теперь унылые сидят, в каждом шорохе мерещится кончина. Впереди нерадостная встреча, отдых от святых, благих трутов. Так солома перед самой печкой, искорежилась, конец ее готов. «Посмотрите на пришедших к Богу, красоту земли, покрытые снегом, сеянные в них ни при дороге, ни на камне, ни среди терней. Милые сестрицы Говоруньи, правда, братьев мало среди них, покалеченные войною ноги, руки, но в апатию не впал и не паник. Словно знамя борода по ветру, и костыль в руке, пастуший посох, рвется к финишу и на последних метрах, не услыша жалоб, стонов, охов. На Христа распятого, живого, взоры устремлены у живых, кто и не каялся, теперь все вышло боком, думы мелкенькие, как лохмоть их вши. Даже и таким еще не поздно, ко Христу Иисусу ковылять, через час ударит вдруг морозы, на дровишке нету и рубля». 2003 год, Игнатий Тихонович Крапкин Продолжение следует...